Приветствую вас в Березняке, в начередной игре в Березнякской ручной спортивной линии. Березняки не первый раз принимают такие соревнования, но в этот раз соревнования очень представительные как никогда. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярский край, Тольятти. И правда, география мероприятия в этот раз невероятно обширна. Березняки стали одной из площадок первенства России по баскетболу среди юниоров до 19 лет. И, конечно, будучи хозяевами турнира, наши спортсмены сами приняли в нем участие. Кали-баскет в эти мгновения сражается с баскетболистами из Тольятти. Обе команды сильные и слаженные, поэтому и игра складывается напряженная и непростая. Что делать? Остается играть, показывать характер. Мы никогда не должны сдаваться. В любом случае мы одна команда, единая целая, должны работать до конца. Они уже понимают, на каком уровне идут соревнования, поэтому они играют за Пермский край, за наш город, за Уралкалий. За Кали-баскет. Поддержать своих в зале собрались активные болельщики. А еще поучиться у старших товарищей сегодня пришли юные воспитанники клуба Кали-баскет. Такая поддержка от зала не может не мотивировать, говорит Максим Гребенников, капитан команды. А играть со своими друзьями для него всегда одно удовольствие. Это все из-за людей, с которыми я играю. Потому что я с ними учился уже довольно долго, там лет 7. И играем уже довольно-таки долго. Эта игра стала уже четвертой для спортсменов на первенстве 2021 года. И пусть команде Кали-баскет не удалось в итоге победить сильных соперников из Тольятти, которые к тому же были старше. Наши ребята все равно с благодарностью приняли этот опыт. Ведь каждый поединок, неважно победный он или нет, бесценен. Победа и поражение неизбежны в любом виде спорта. Эта игра показала нашим ребятам их сильные и слабые стороны. То, над чем им еще стоит работать. На новый 2022 год у баскетболистов грандиозные планы. Пожелаем им только успешных матчей и громких побед. Елена Катаева, Кирилл Яранцев. Наши новости.